Ты старый. Это очень интересно. Мы ничего не читаем. У меня много троек, у меня троек, четыре вроде. Безумно печально. Мои дорогие, всем привет. Новый ролик специально для вас. Приехал с очередной жестятинкой. Долго мы ее держали в секрете, и вот она специально для вас. Смотрите, не пропустите. Здравствуйте. Простите, а вы стримерши, да? Нет. У вас кресло такое красивое. Псю. Вас кто-то обидел, да? А почему вы грустная такая? Кто-нибудь на манесторе такое? А давайте я попробую вам поднять. Давайте. Сыграем в небольшую игру из школьной программы. Вы же и в школе еще учитесь. Я закончила. А, да? Блин, вы выглядите как школьница. Ну, я вот закончила. Ну, давайте попробуем. Кто написал произведение «Мастер и Маргарита»? Михаил Булгаков или Антон Палыч Чехов? Не тот, не тот, нет. Нет, это Михаил Булгаков написал. Ну, вы же знаете, вот это «Аннушка уже разлила масло». Да, да, я поняла. Да. Ладно, это, наверное, сложный был вопрос. Давайте полегче сейчас будет. Прочитаю сейчас вам известное стихотворение школьной программы. А вы попробуйте угадать, кто написал. Так будет, наверное, полегче все-таки, да? Ну, попробую. Вот такое, значит, со школьной программы стихотворение. Будь, пожалуйста, послабее. Будь, ну, пожалуйста. И тогда подарю тебе я чудо запросто. И тогда я вымахну, я вырасту, я стану особенным. Я из горящего дома вынесу тебя сонно. Я решусь на все неизвестное, на все безрассудное. Я в море брошусь густое, зловещее, и спасу тебя. Это будет сердцем велено мне. Сердцем велено. Да, ведь ты же сильнее меня. Сильнее, да и увереннее. Да ты и сама готова спасти других от уныния тяжкого. Ты не боишься ни свиста пурги, ни огня хрустящего. Не заблудишься, не утонешь, зла не накопишь. Не заплачешь и не застонешь, если захочешь. Будешь плавной, будешь ветренной, если захочешь. Мне с тобой такой уверенной трудно очень. Хоть наружу, но хоть на мгновение. Я прошу, рабея ты, помоги мне в себя поверить. Стань слабее. Я как будто это, видеоурок сейчас на стихотворение. А это что за видеоурок? Ну, не, знаете, типа, готовка. Ладно, не буду подготовка. Короче, когда читают какое-то произведение, типа, вот уж такое как будто бы. У меня даже где-то подобное есть, наверное. А, нет, я удалила. Эх, жаль. А вы диктор? Иногда. Это очень интересно. Меня просто немножечко в шоке. У меня весь чат видел, как у вас глаза на лоб полезли. Какой чат? Мой чат. Неожиданно, теперь я еще больше в шоке. Теперь мне стало страшно. Почему? Да, да не знаю, как-то, ну... Да не бойся, девочка. Никто за тобой не придет. Ала, зачем ты? Не начинай! Да что, как это? Малышка, ну что такое происходит? Расслабься. Расслабься и получай максимальное удовольствие от процесса. Все, карми по голове. Я расчешусь, пожалуй. Ради бога. Ну я в шоке, это круто. Мне понравилось. Прекрасно. Не забудь подписаться. Да, давайте вообще без проблем. Дмитрий Кравченко канал называется. Ага, все, подписалась. Себя в прямом эфире видишь? Нет, я еще пока боюсь захотеть. А на что ты подписалась тогда? На канал, но я вижу очень много подписчиков. У тебя сразу же прямой эфир, он сразу чуть ниже. Да, 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 я вижу. Боже мой, как страшно. Неожиданно. Ну присоединяйся к нам, мы будем рады. Да, это да, все. Пока. Все, до свидания. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Блин, только загрузилась. Не было. Ой, ого. А что это у вас сзади такое? Что? А вон там бегают карти... А, да, вот это. Телевизор. А, это телевизор. Я думал, знаете, на стену клеится такая черная штука, а по ней бегают огоньки. Ну, мы не знаем такое. А сколько вам лет? 15-14. А, ну тогда, конечно, не знаете. Это же в клубах ночных такое бывает. Вы еще по клубам не ходите? Ходим. Ходите? Да. А как вас туда пускают? Ну, вот так. Знаете, такое тусы по репосту. Вот туда мы ходим. Тусы по... Не, расскажите, что это такое. Как это рассказывать? Не знаю, да, да. Вы знаете, что такое ВК? ВК, ну, ВКонтакте, да? Да. Там, типа, ты делаешь всякие репосты, там подписываешься на кого-то, вот, там платишь 300 рублей, ну и все, и приходишь. А, и типа дискотека, да? Ну, типа, да. И что, там всякие быстрые, медленные танцы, да? Знакомиться можно. Да. Ну, типа, да. Да, но в основном там просто как... Никто обычно не знакомится. Почему? Ну, там нет медленных танцев. А, ну, там самое главное, ни алкоголя, ни сигарет, ничего нет? Все есть. Все есть. Там есть специальные комнаты, где можно покурить. Специальный, ну, типа, бар с алкоголем. А, блин, так это же... Ну, если в таком раннем возрасте алкоголь пить, это же может плохо закончиться. А, стилето алкоголь придают. Нет. А, не, не с 18-ти? Везде по-разному. А, ну, у нас такого не было просто. А в каком вы городе живете? Я живу в Ростовской области, знаете? Да. А вы из какого региона? Из Барнаула. А, это Алтайский край, да? Нифига себе, далековато, конечно. А тут что делаете? Просто сидим приколом. Скучно. А, скучно? Хотите, я вас повеселю? Давайте. Давайте сыграем в игру. Я вам прочитаю сейчас стихотворение со школьной программы, да? А вы попробуйте угадать, кто это написал. Нет, давайте что-нибудь другое. Мы ничего не читаем. Вообще ничего не читаете. Нет. У нас школа... Какая? Это 9-10, а потом вот это идет, да? В смысле? А, я думал, это номер школы, я не услышал просто. Ну да, предыдущий, может быть. Короче, у нас школа... Ну, типа у нас почти не учат. Почему? Ну, вот такая школа. Ну, давайте этот самый. Хорошо. Тогда давайте я вас немного научу. Давайте. Александр Сиреевич Пушкин. Сижу за решеткой в темнице сырой. Неволе орел молодой. Мой грустный товарищ, махая крылом, кровавую пищу клюет под окном. Клюет и бросает, и смотрит в окно. Как будто со мной задумал одно. Очень круто. Да? Да. Вот видите, а вы не хотели угадывать стихи? Шоки. Теперь будете угадывать? Да. Хорошо. Это прекрасно. Читайте стихи, они вам помогут. Это очень печально, если честно, все звучит. Ой, здравствуйте. Нам нельзя громко говорить. А, вам нельзя громко говорить. Блин, вы модель какая-то, да? Она? Нет, вы, у вас так глаза накрашенные, ногти такие огромные. Нет. Покажи ногти. Негодаси, ну как у моделей? Ты старый. А, ну блин, мне всего 33. А вам сколько? По 17. Блин, знаете, я тут недавно общался с одной девочкой, ей 19 было. И я вот написал для нее стихотворение. Да, ну. Но, но это тот самый, но она вот так же, как ваша подруга, а вот она вернулась. А та убежала и не вернулась, короче. Хотите, хотите, вам прочитаю. Давай, давайте. Сейчас я только найду его, я тут в блокнотике записал. вот такое. Вот такое. самое, самое, самое одно. Питаюсь духовной падалью, сомнительными кино, подкастами, сериалами с обилием матюкни. Закаты не станут алыми ближайшую сотню книг, поэтому и укутанные в холодную серую грусть, читаю и сплю, как будто бы я больше не тороплюсь. О, стихотворение Бог и голос Бог. Вообще офигенно. Не понимаю, почему она убежала. Но при этом все равно скуф, да? Старенький, но для нас старенький, да. Блин, очень грустно. Очень грустно. Давайте, если я сочню лучше, чем вы, то вы поклянете, что больше никогда этим не будете заниматься. Договорились. Нормально, нормально, нормально. Генерируем. Так что, вы уже сочинили про хурму что-нибудь? Хотел спросить, а что вы так базарите офигевше? А мы можем и при встрече так побазарить. Полная версия этого видео у меня в Телеграм-канале. Ссылка в описании. Я, я, яблоки ела, я, я, просто сгорела мысленно. А, я тебя в ТикТоке видела. Спасибо, девчат, спасибо. А вот, которая между вами подруга, которая подруга между вами сидит, она вообще не в курсах, что происходит, да? Дай, дай, дай я с ней, все, тихо, дайте я с ней поговорю. Ты там тоже с девочками, подожди, ты там тоже с девочками общался тогда. Ты на счастье подождите дайте с вашей подругой поговорю что вы такие нетерпеливые то я с ростовской области как тебя звать меня ли она ли она очень приятно а и ныргас кинулись это хорошо ли она чё как школу закончила расскажи нормально хорошо сойдет сойдет это сколько троек армянка а я же вижу у меня трон четыре вроде трудно вид нашу до троек 4 это прям да вид наши какие-то сложности присутствовали а по литературе что было ли она у меня изначально было все хорошо в конце у меня все там тройка давай ладно небольшой тест проведущая с тобой ли она я тебе сейчас прочитаю одно стихотворение известно сейчас будешь угадывать кто это стихотворение это стихотворение армянского поэта между прочим будешь угадывать кто его пусть подруги помогут и тогда короче давайте тоже так стихотворение армянского поэта как много тех с кем можно лечь в постель как мало тех с кем хочется проснуться и утром расставаясь обернуться и помахать рукой и улыбнуться и целый день волнуясь ждать вести как много тех с кем можно просто жить пить утром кофе говорить и спорить с кем можно ездить отдыхать на море и как положено и в радости и в горе быть рядом но при этом не любить как мало тех с кем хочется мечтать смотреть как облака роятся в небе писать слова любви на белом снеге и думать лишь об этом человеке и счастья большего не знать и не желать как мало тех с кем можно помолчать кто понимает с полуслова с полу взгляда кому не жалко год за годом отдавать и за кого ты можешь как награду любую боль любую казнь принять вот так и вьется это канитель легко встречаются без боли расстаются все потому что много тех с кем можно лечь в постель все потому что мало тех с кем хочется проснуться я написал я не знаю вот честно армянский поэт молодец молодец это написал эдуард осадов а у него фамилия нет почему потому что ангел а ты нас тогда вы сейчас я сейчас прямом эфире только никто не в тик токе в ю тубе зайдите подпишитесь называется этот дмитрий кравченко всем подписчикам привет подписываемся на сервисе по всему а про т.к. любовь я тебе скидю к никому я у меня тебя тоже видела меня выкладывают иногда ну да я тебя тоже там видео сегодня час хорошего вам вечера отличная реакция была это который франки делает который а как меня звать сейчас скажу на к фамилия ну а имя дмитрий а фамилия ну на к я помню и на к заканчивается правильно блин ну обидно хотя бы имя знаете уже хорошо да я знаю ты пранки выкладываешь меня папа смотрит это на ютубе нифига себе папа смотрит а сколько вам лет 18 а ну как раз да как раз моя целевая аудитория ваш папа да видите теперь папа вас увидит на ютюбе он всех укладываете не не всех только только когда вот интересно который не знают вас ну вот подруга ваша вообще наверно не в курсе что происходит да давайте дать я с ней поговорю здравствуйте как вас звать полина полина балерина да да а можете показать гранд батман нет а батман тадю нет блин очень жаль а а этот а стихи знаете балерина стихи знаю какие пушкина а ну-ка зачитайте что-нибудь я вас любил любовь еще быть может в моей душе угасла не совсем но пусть она вас больше не тревожит я не хочу пить а печалить вас ничем я вас любил безмолвно безнадежно то робостью то ревность утомим я вас любил так искренне так нежно когда я вам бог любимым быть другим вы большой молодец а знаете вторую версию которую написал иосиф бродский нет я вас любил любовь еще возможно что просто боль сверлит мои мозги все разлетелось к черту на куски я застрелиться пробовал но сложно с оружием и далее виски в которые вдарить портила не дрожь но задумчивость черт все не по-людски я вас любил безмолвно безнадежно когда вам бог другими но не даст он будучи на многое гораст не сотворит по пармениду дважды сей жар в груди ширококосный хруст что пломбы в пасти плавились от жажды коснуться бюст зачеркиваю уст ничего не те рассказывала теперь выложим потому что реакция была смотрел а вы почему подписаны а не знаю а вот теперь вы будете там надо подписаться обязательно ну подпишемся как как-то миленько кравченко вот я думала какая-то прям вот несложная у меня папа не подписано смотрит он прям недели две подряд смотрел вот скажите папе что тоже пусть подпишется а уж прям эфирно я забыла что еще и прям эфирно молодцы девочки ну все мы в шоке вот прекрасно хорошего вечера девчат я люблю тебя такую разноцветно разноплановую и разноформат за то что разбужен губами рассветами за то что украден глазами закатами за то что на нервах моих как на клавишах играешь симфонии баха бетховена ты мне безусловно и дикая нравишься и этим любовь моя вся обусловлена и этим она на бумаге подчеркнута в кавычке взята на цитаты развалена мне нравится знать тебя тихой и чокнутой мне нравится быть с тобой сильным и раненым мне нравится пальцами мчаться по линии твоей аккуратно очерченной талии знакомить тебя с федерико феллини и знакомиться с тем как ты видишь италию не верить не в то что живут все законами не в то что твердят в новостях и на камельном а видеть как прячется ждет нас за окнами наш собственный мир для кого-то неправильный победителем конкурса комментариев становится человек написавший вот этот комментарий поздравляю вас от всей души давайте четверостише со словом жестятинка что-нибудь придумаем ну и полную версию конечно жестятинки заходите в телегу смотреть я в youtube такое не выкладываю out в телегу да